Здравствуйте! Вы смотрите полезную программу. В эти уютные зимние дни мы желаем вам прекрасного бодрого настроения и предлагаем остаться вместе с нами на ближайшие полчаса. Мы постараемся сделать это время максимально полезным для вас. Сегодня мы расскажем, как приготовить неповторимые воздушные сырники и самую популярную праздничную закуску. Рецептом, как всегда, делятся наши телезрители. Как оставаться в хорошей физической форме и зимой, и летом. О доступных и эффективных тренировках узнаем у молодых и спортивных гостей. А также глубокие цвета и оригинальные решения – главные тренды в интерьере 2017 года. Наши постоянные зрители уже могут с успехом составить собственную кулинарную книгу. Готовим вместе с полезной программой и торговой маркой «Витебское молоко». И каждый рецепт в ней будет именным. Ведь авторами этого гастрономического тома выступают жители нашего города. И каждый из вас может создать в ней свою страничку. В общем, звоните под тем телефоном, которые вы сейчас видите на экранах. Становитесь участниками нашей рубрики «Полезно приготовить» и делитесь своими семейными рецептами, как это сделали Галина и ее замечательная дочь Элиза. Им слово. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Галина. Это моя дочка, моя помощница Элизенька. Сегодня мы с вами хотим поделиться нашим семейным рецептом. Воздушными сырниками в духовке и сырной закуской на помидорках. Для воздушных сырников нам понадобится творог. Давай, помогай мне. Доставай творог. Сметана. Вот сметана. И немножко масла. Вот так. Масло. И еще два яйца. Сахара немножко и немножко манки. Сначала мы смешиваем творог, яйца и сахар. Смешиваем творог, сахар. Помогаешь мне? Засыпай сахар. И вбиваем яйца. Сейчас мы все ингредиенты смешаем миксером. Ну, помощник мне. Давай, Бутик. Поможешь? Держи. Мы это хорошенечко взбиваем. Сейчас мы смешаем все остальные ингредиенты. Сметану, манку, масло. Добавим немножко ванилина и немножко разрыхлителя. Так. Ой, еще. Еще откроем. Добавляй. Больше. Высыпаем манку. И добавляем масло. Добавляем масло. Масло, да. Примерно вот такой кусочек отрежем, да? Вот. Вкусно? Молочная душа. Добавляем ванилина. И разрыхлитель добавляем. Вот так. Все. И еще раз все перемешиваем тщательно. Еще раз хорошенечко перемешаем миксером. Держи. Ты же на тарелку смотри. Ну как, хорошо у нас там получилось? Посмотри. Хорошо. Ну, отключаем тогда. Опа. Раз хорошо, значит отключаем. Так. Теперь готовую массу раскладываем по формочкам и отправляем в духовку. Все. 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 Сейчас мы формочки с нашим тестом отправляем в духовку на полчасика. Так. Вот, спасибо. пока готовятся наши сырники мы сделаем сырную закуску для этого нам понадобится сыр доставай отлично майонез чеснок и яйцо натрем сыр на мелкой терке яйцо натрем тоже на мелкую терку вкусно и следующее чеснок и все заправляем майонезом полученную сырную массу мы сейчас будем накладывать на нарезанные дольками помидорки наши сырную массу на помидорках мы немножко украсим сверху листиками петрушки сырная закуска наша готова и сейчас мы уже будем доставать наши воздушные сырнички из духовочки и а и а и и и и и Сейчас мы сырники наши выкладываем на тарелочку. Опа! Подождились. Приятного аппетита! Наше настоящее в счастливейших моментах. Проснуться и долго завтракать с мамой. Снова встретиться и совсем забыть о делах. Сделать обычный ужин сюрпризом для любимой. Собраться большой семьей и чувствовать себя счастливым. Витебское молоко. Люби настоящее. Мы уверены, что такие аппетитные и необычные сырники обязательно порадуют всю вашу семью и станут одним из самых любимых и полезных блюд на вашем столе. Ведь приготовлены они из творога, настоящего продукта здоровья. Почему его можно так назвать, узнаем в нашем следующем сюжете. Творог уникальный продукт. Блюда из него могут быть и сладкими, и солеными. Он прекрасно сочетается с медом, свежими и сухими фруктами, овощами и даже рыбой. Это один из самых популярных полезных диетических продуктов. Творог – это источник кальция и фосфора, магния, натрия, железа, меди, цинка и фтора. А также витаминов А, Е, П, В2, В6, В12. По содержанию белка не уступает мясным и рыбным продуктам. Творог легко усваивается и полезен людям любого возраста. Первые сведения о твороге появились еще в эпоху Древнего Рима. На Руси творог называли мягким сыром, а блюда из него – сырными. Сам творог готовили из простокваши в глиняном горшочке в печи. Отсаживали, помещали в полотняный мешок и клали под пресс. Чтобы продукт дольше хранился, его подсушивали в печи. Высушенный творог обязательно брали с собой в дорогу воины. А еще в древности из творога делали пуговицы. Высушенный он становился похожим на пластмассу и был достаточно прочным материалом. В англоязычной культуре творог считается сортом мягкого сыра. 37-й президент США Ричард Никсон предпочитал поливать творог кетчупом. Чтобы оставаться в хорошей физической форме и зимой, и летом, и в принципе в любое время года, правильное питание следует подкрепить хорошей физической нагрузкой. И для этого совершенно не обязательно отправляться в какой-то тренажерный зал или фитнес-клуб. И гости нашей полезной программы Денис Быковский и Виктор Порожинский, участники витебской команды Street Workout Full Metal, сейчас об этом расскажут. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Street Workout Full Metal, такие непонятные, может быть, для каких-то наших телезрителей слова. Давайте расскажем о том, что такое Street Workout. Ну, воркаут это, в первую очередь, не сколько спорт, сколько хобби. Это спортивное движение, нацеленное на развитие физических навыков, каких-то спортивных качеств. В основном люди занимаются для того, чтобы подкрепить свою физическую форму, базу для каких-то других спортов, для себя просто оставаться в лучшей форме. То есть ты можешь заниматься где угодно, на чем угодно, но в принципе не обязательно на улице, как многие думают. То есть это может быть в зале. Суть в том, чтобы использовать все подручные снаряды по максимуму. То есть есть какие-то спортивные снаряды, а есть какие-то подручные, например, что? Любые подставки, там, не знаю, то, что ты увидишь на улице, перекладины, трубы, что угодно. То есть турники – это далеко не предел, да? Да, предел в нашей фантазии лишь. А что самое оригинальное, что вы использовали? Обычный столб на улице, не знаю, светофор. Чтобы выполнить такие трюки, которые делаете вы, я думаю, что нужно хорошо подготовиться. Новичок сразу этого, наверное, не сделает, или нет? Ну, конечно, действительно нужна подготовка, длительное время для этого, потому что никто с самого начала не станет что-то вытворять. Это чревато последствиями, травмами. А сколько лет вы занимаетесь? Я занимаюсь 5 лет. А вы? Я тоже почти 5 лет. Почти 5 лет, да? С чего начинали? Как вообще появилась идея? Откуда вы об этом узнали? Я знаю, что вы, наверное, одни из первых, да, кто в нашем городе начинал уличные тренировки. Возможно. Возможно, да? Да. Начинали все, как большинство, с видео с интернета. Какие-то видео видели, люди выполняли трюки. Захотелось попробовать, потому что для этого ничего особо не требовалось выйти на перекладину, показать, что ты умеешь. Действительно, материало то, что многие этого не умели, ты мог как-то вот выделиться среди сверстников. Причем в хорошем смысле, да? Ну да, в хорошем смысле. Чем-то таким положительным. Что-то показать такое, что тебе потом, ах, ох, классно делаешь. Потом начали, в принципе, сами пробовать, вот, находить какие-то статьи, как развиваться. Да, было тяжело, конечно, потому что сам начал начинать непросто. У тебя есть только вес своего тела, но если у тебя слава физическая подготовка, то даже не можешь подтянуться там или отжаться два раза, то приходится выкручиваться какими-то другими способами. То есть, получается, новичкам нужно начать с того, что свою физическую форму лучше, да? Ну, хотя бы какой-то навык, базы приобрести. А скажите, сегодня много у вас участников в команде? Много людей занимается в нашем городе? Ну, в городе вообще занимается достаточно людей. К нам на общие тренировки приходит около 20-30 человек сейчас зимой. Ну, а вообще это такое движение, которым можно заниматься фактически в каждом дворе. То есть, в общем-то, в городе намного больше людей занимается. Ну, наверное, когда занимаешься вместе с друзьями, там, или со знакомыми, или даже с незнакомыми людьми, это, наверное, больше мотивирует, да? Да, это дает мотивацию. Ты видишь прогресс тех, кто занимается рядом с тобой. Ну, и это дает тебе тоже стимул, чтобы достигать новых результатов. Ну, я знаю, что у вас какие-то соревнования проводятся, да? Какие-то мероприятия совместные. Расскажите, что интересного произошло в прошлом, в 2016-м? Ну, вот, недавно совсем в ноябре проводили соревнования. Помогало в этом управление спорта и туризма и БРСМ. Приезжали гости с Минска. Ну, в общем-то, все прошло достаточно хорошо. То есть, сегодня популярно это движение. А только молодежь занимается? Какого поколения люди к вам приходят? Ну, бывает и в возрасте, там, 60 лет приходили, и приходили дети, там, уже совсем по 4 годика. То есть, по сути, ограничений никаких нет. Даже для людей в возрасте это очень даже удобно. Потому что у них нет времени, допустим, они там работают. Пойти в тренажерный зал тот же самый, а выйти какой-то на площадку, в принципе, проще всего и доступно. Когда к вам приходит кто-то, да, вот я хочу начать, с чего мне начать? Есть какие-то базовые тренировки, чему вы обучаете? Ну, самые простые движения, которые, там, с покон веков, это подтягивание, просто висеть на перекладине, там, отжиматься от пола на брусьях. То есть, это первое, что человек должен освоить. То есть, такая элементарная классика, то, что, в принципе, мы в школе, наверное, все делали. Да, везде классика, без этого никак. Ну, скажите, есть какие-нибудь трюки, какие-нибудь вещи, которыми вы особенно гордитесь? Как они называются, как это выглядит? Ну, есть в воркауте продвинутые упражнения. Ну, некоторые трюки, это просто модернизация базовых движений, например, подтягивания на одной руке, отжимания какими-нибудь с хлопками, то есть, фристайл. Есть заимствованные из гимнастики, такие, как передний вис, флажок, горизонт. В основном мальчишки занимаются, мужчины или есть и девушки в вашей команде? Вообще занимаются все, то есть, ну, у всех разные цели направлены, то есть, девушки в основном работают на нижней части тела, уделяют верхний какой-то процент, а мужчины наоборот, то есть, менее нижней части тела, то есть, ноги, а больше верхний. Вот, то есть, девушки больше работают над тем, чтобы растягивать свои мышцы, то есть, связки, гибкость, иметь пластику, да. Вот, а мужчины больше все-таки стремятся к более таким силовым физическим качествам. Скажите, а есть какая-то вот опасность, травматизм при таких занятиях? То есть, понятно, что там кто-то идет в спортзал, да, или в тренажерку тоже, там есть тренер, инструктор, да, профессионал, который направляет, который говорит, как что делать. То есть, тут, по сути, человек сам. Бывали ли какие-то случаи, насколько это безопасно? Ну, в общем-то, ну, вероятность травмироваться есть, наверное, в любом спорте, но вот именно воркаут, наверное, один из самых безопасных в этом плане будет. Ну, только что не нужно гнаться за сложными элементами, а вначале освоить базу и какие-то простейшие вещи, и только потом уже переходить к сложным. Ну, и я бы добавил еще, что разминаться надо всегда качественно и хорошо. Ну, кто еще выбирает какую направленность? Если ты занимаешься больше техническими элементами, то есть, там, перелетами, прыжками, сальто, то, конечно, да, риск травмироваться есть, и он увеличится по мере роста твоих навыков. То есть, вроде бы, становятся опытнее, но настолько становятся сложные трюки, что вероятность упаясь больше. Ну, мы, в общем-то, в основном делаем силовые элементы, и они достаточно безопасны. И эффективны, наверное, да, чтобы себя в хорошей форме поддерживать. Как вас найти, если кто-то захочет, наверное, важно, чтобы прийти не сразу одному, да, висеть там на двух всех на перекладине, а прийти к тем, кто уже давно занимается, чтобы тебе подсказали советом и так далее. Как вас найти, где вы сейчас зимой тренируетесь? Ну, зимой у нас сейчас тренировки проходят в спортзале 25-й школы, летом на улице, на стадионе 25-й школы. В общем-то, прийти может любой, тренировки бесплатные, все научим, покажем. С собой иметь терпение и хорошее настроение. А что нужно, чтобы была мотивация, вот что вас мотивирует? Соперничество. Меня, допустим, соперничество мотивирует. Да, я хочу стать чемпионом, хочу выиграть, и это меня мотивирует. А вас? Меня мотивирует то, что можно становиться с каждым днем лучше. Такая форма самосовершенствования, да? Да. У всех разные цели. А вы говорите, хочу стать чемпионом, а есть какие-то титулы, есть какие-то соревнования, на каком-то уровне проходят они? Проводятся соревнования на плейдомировом уровне. Вот, то есть, часто, ну как, мы выступаем на республиканских, и несколько раз получалось нашим ребятам выступить на мировом уровне. Вот, достойные места, хотя не призовые. Вот, но у меня пока по СНГ только занимало места. А какие? Первые. Первые. Ну, здорово. В завершение нашей беседы хотелось бы услышать от вас какие-то рекомендации, советы уже как в нашем городе специалистов в этой сфере, да, тем, кто, может быть, еще думает, размышляет, как ему свободное время провести, на диване посидеть дома или отправиться к вам на тренировку, и чем себя мотивировать? Ну, в лучшем случае, скажу, движение жизни, поэтому на диване сидеть не стоит. Это польза никакой не принесет, а только может ввести в депрессию и ныне. 30 минут в день на тренировке, в общем-то, может найти, я думаю, каждый. И если сравнить плюсы, которые дают тренировке, хорошее самочувствие и настроение повышается, в моральном плане себя лучше ощущаешь, я думаю, что, конечно, стоит попробовать тем, кто еще не пробовал, и, возможно, спортивный образ жизни станет частью вас. Здорово. Спасибо огромное, что заглянули к нам. Мы желаем вам совершенствования, новых побед. Вот, а нашим телезрителям рекомендуем попробовать стритворкаут. Вернемся в нашу студию буквально через несколько секунд. Это полезная программа. Продолжаем, и мы снова возвращаемся к теме интерьера. Как сделать пространство своего дома удобным, практичным и современным? В этом году мы продолжим рассказывать об этом и давать простые и доступные рекомендации. А начнем с главных тенденций нового 2017 года. Итак, что предлагают нам дизайнеры? Главным трендом в оформлении интерьера в 2017 году станет спокойствие, домашний уют и атмосфера ухода от повседневных реалий, от обилия информации и технологий. То есть дома обязательно должен появиться уголок, свободный от современных гаджетов. Это может быть укромное местечко для чтения, занятие йогой или просто ленивого отдыха от суеты. Одним из главных цветов этого года станет синий. Всевозможных оттенков. Для отделки помещения, например, в популярном скандинавском стиле можно использовать холодные оттенки. Дорожный синий, индига, небесно-голубой. Сочетаем их с серым и белым и получаем свежее и светлое пространство. Тепла в синее помещение добавят оттенки с примесью фиолетового или цвета солнечного весеннего неба, а также сочетание с теплыми оттенками оранжевого и светлыми оттенками дерева. Главным цветовым решением в синей палитре 2017 станет оттенок «Синяя полночь». Глубокий темно-синий цвет идеален для бархатистой, шелковой или кожаной отделки дивана, кресла или кровати. Сочетать этот активный цвет лучше всего с деталями нежно-розового оттенка. Еще один цветовой тренд 2017 – темно-зеленые оттенки. Изумрудно-зелеными можно сделать стены в спальне и на кухне. Это отличный фон для деревянной мебели и оригинальных предметов декора. Монохромные интерьеры с белыми стенами в 2017 заменят материалы терракотового оттенка. Это может быть керамическая плитка, кирпичная кладка или текстурные обои. Еще один теплый и натуральный материал, который дизайнеры предлагают использовать в отделке – пробка. Из пробки могут быть выполнены как фасады шкафчиков, так и цельные стены. Не лишены интерьеры 2017 и экзотики. Кубинский стиль станет одним из популярных направлений. Стены выкрашены в глубокий, синий, желтый и коралловый. Оригинально окрашенные рамы и двери, небрежность, яркость, минимум мебели и максимум свободного пространства. Также актуальным будет смешение элементов в духе Южной Африки, Индии, Южной Америки и Мексики. Это интерьеры в стиле эклектики и боха, необычная мебель, ковры ручной работы на полу и на стенах, оригинальные сувениры. Экзотические растительные принты, напоминающие о путешествиях и тропиках, также приветствуются в интерьерах 2017. И главное, чтобы пространство вашего дома было глотком свежести и гармонии. На сегодня это все. Не пропустите следующий выпуск полезной программы на телеканалах «Беларусь-4» и «Витебск». Мы готовим для вас много сюрпризов и полезных встреч со специалистами. Увидимся очень скоро. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»